Всем тихой ночи! На сайте SCP есть немало объектов, связанных с разными конспирологическими теориями. И один из них это конечно же SCP-1000, который представляет собой снежного человека. В истории мира SCP у него довольно важная роль, ведь в мире фонда снежные люди, также известные как Дети Ночи, занимали место разумного вида на Земле до человека, что написано уже в самом объекте под тысячным номером. После того, как люди уничтожили цивилизацию, представители SCP-1000, те попрятались в лесах и горах, и так они и живут, не давая человечеству себя обнаружить, только лишь оставляя время от времени различные послания и объекты, которые фонд содержит как отдельное SCP. Например, SCP-2932, Тюрьма Титании, создан именно ими. Однако, снежный человек как персонаж очень популярен и за пределами SCP. Причина тому довольно очевидна. По имеющимся сегодня научным сведениям, люди, гориллы и шимпанзе произошли от общего предка. Однако, только одному из этих видов нужно ходить учиться, затем работать и платить ипотеку. Но что если всё-таки не одному? Что если есть и другие разумные виды, близкие людям, которые не просто сидят у себя в джунглях и едят бананы, а имеют похожие на наши цели и устремления? Возможно, они даже живут где-то рядом с нами, прячась в тенях. Такая идея посещала людей ещё в самые древние времена. Например, греческий путешественник Ганон, живший в пятом веке до нашей эры, человек, который впервые встретил горилл, описал их как племя людей, просто очень диких и волосатых, но людей. И только потом было открыто, что они обезьяны. Дело в том, что концепция дикого лесного человека, который откуда-то из зарослей наблюдает за нашей цивилизацией, была очень распространена и встречалась в мифологии многих народов. У тех же греков дикий человек описывался как безголовый монстр с лицом на туловище. Другие мифы говорили, что дикий человек имеет голову собаки. Концепция дикого человека дожила и до средних веков. В различных книгах Средневековья можно увидеть описание и изображение лесного человека, который покрыт шерстью и прячется от людей в тёмных лесах. Средневековая легенда о лесном человеке – это по сути тот же Бигфут или Снежный человек. Но особую популярность эта история приобрела только в наше время. Ведь чем занимается стереотипный конспиролог, обвесившись камерами, микрофонами, разными странного назначения приборами в лесу? Правильно, он ловит Снежного человека. Или Бигфута. Иногда история об этом существе описывает его более похожим на обезьяну. Например, флоридский Бигфут, также известный как скунсовая обезьяна, которую никто не видел, но мечтает поймать каждый охотник за аномальным. Иногда он описывается как гигантский медведь. Например, ещё в американских газетах 19 века встречались заметки об огромных гризли, которые весят около тонны и при этом так умные, что легко прячутся в лесах от человека. Именно их впервые назвали Бигфутами. Но вонючие болотные обезьяны и огромные медведи – это не слишком круто. Так что по-настоящему популярные истории о Бигфуте стали, когда Чарльз Говард Бюри в 1921 году во время своей экспедиции на Эверест встретил следы, похожие на то, как если бы по снегу прошёл огромный человек. И несмотря на то, что сам Чарльз объяснил это так, что следы оставили волки, которые прыгали зигзагом по снегу, история эта сразу заинтересовала многих людей по всему миру. И с тех пор десятки путешественников ходили по лесам и горам, мечтая встретить и поймать то самое существо. Бигфута с гор. Снежного человека или Йети. Фотографии разных следов на снегу посыпались как из рога изобилия, а история снежного человека в горах разрасталась как снежный ком, катящийся с горы. В 50-е годы появились новые фото следов, и на этот раз отчётливо видна стопа с пальцами и прочими деталями. После чего британская газета Daily Mail устроила целую экспедицию по поиску существа. И журналисты не просто так погуляли по горам. В результате этой экспедиции в одном из тибетских монастырей был найден скальп, который, согласно повериям местных жителей, был снят прямо с головы огромной человекоподобной твари 300 лет назад. Но со всеми этими свидетельствами всегда было что-то не так. Почти всегда удавалось легко доказать, что это подделка. И даже так называемый скальп, который вроде как должен был доказывать существование монстра, как оказалось, был сделан из шкуры козла. Бигфут может быть ещё тот ещё козёл, но козёл это не Бигфут. Так что после бума обсуждения SCP-1000, в смысле Бигфута, в 70-х годах 20-го века, все эти истории быстро пошли на спад. Отделы фонда по дезинформации работают определённо хорошо. В 2003 году произошло важное научное открытие. В Индонезии были найдены останки людей, которые после исследований были отнесены к другому виду. Да, человек это не вид, а более общее понятие. Человек это род. А в биологии род может включать в себя несколько видов. Наш конкретный вид называется Человек разумный. А эти ребята явно не были особенно разумными, раз вымерли. Потому были названы Человек флорецкий. Флорецкие люди были очень маленькие, а их умственные способности оценивались не выше умной обезьяны. И позже, современными методами, было установлено, что эти люди вымерли довольно давно, больше 50 тысяч лет назад. Но в момент, когда их только нашли, было ошибочно решено, что найденные скелеты ещё недавно были внутри живых людей. Отчего у конспирологов всех мастей случился праздник. Ведь как они думали, они нашли доказательство того, что параллельно с нами могут жить и другие виды людей. А значит, поиски Бигфута не лишены смысла. Такой вот вывод сделали некоторые представители рода Человек разумный. И снова стали сопираться в целую группу охотников за неведомой зверушкой. Ведь если поймать Бигфута, Йети или Снежного Человека, можно прославиться на весь мир. Появился даже целый фандом людей, которые пытаются поймать легендарную тварь. И, кстати, сообщество ловцов Бигфутов существует и сегодня. Даже несмотря на то, что ни одного не поймали. А может и поймали. Ведь два мужика из Джорджии, что в США. В 2008 году заявили, что поймали настоящего Бигфута, и он лежит у них в холодильнике. Потом они показали вот это фото. Предоставлять сам труп они, конечно же, отказались. Зато стали продавать билеты в экспедицию с охотой на монстра за 500 баксов. Также они показали видео на Ютубе с предполагаемым трупом. А позже заявили, что знают место, где можно увидеть существ вживую. И, разумеется, готовы всё показать. Но не бесплатно, а за 500 долларов за человека. Также у одного из этих удачливых ловцов монстров, как оказалось, есть свой канал на Ютубе. На котором его владелец, Рик Дайлер, научит вас продавать автомобили и покажет, как поймать Бигфута. Короче, крайне разносторонний и талантливый человек. Продажа автомобилей и продажа билетов на Бигфута. В какой-то момент история разлетелась по миру. Они рассказали во многих крупных газетах. Определённо угроза секретности фонда. Поэтому была мобилизована МОК. Это взбесило сообщество людей, занимающихся поисками Бигфутов. Потому что как-то уж слишком нагло. Да, как ни странно, разоблачать Рика Дайлера ринулись именно другие охотники на Бигфутов. А всё потому, что у Рика Дайлера был Бигфут, а у его завистников нет. Когда я писал сценарий к этому видео, я вообще удивился, насколько большое и развитое сообщество ловцов Бигфутов было в то время. Они проводили встречи, всякие заседания, они устраивали конференции, ходили в походы, проводили свои расследования. И вот во время одного из таких расследований, кстати, довольно запутанных и в чём-то даже захватывающих, сообщество это таки получило замороженного Бигфута. Того самого, о котором говорил Рик. Но сенсация не состоялась, потому что Бигфут оказался огромной резиновой куклой, набитой внутренностями животных. Но Рик не стал унывать, а выпустил на своём канале видео, где объяснил, что это всё происки его завистников, которые вились вокруг него как мухи и решили разрушить его успех, ведь он был так близок. Но явно в сильном накладе Рик не остался, ведь к тому моменту он успел собрать кучу денег в виде разных пожертвований, призов и купленных у него билетов в его походы. В 2012-м, уже после разоблачения, он даже получил награду за большой вклад в поиск Бигфутов, а видео на его канале выходят по сей день. В них он обсуждает события в сообществе, свои взаимоотношения с другими охотниками на Бигфута, рассказывает о том, как его преследуют спецслужбы. В том же 2012-м году появляются сообщения об убийстве нового Бигфута. Мол, его сбила машина, но убитым оказался мужик в костюме. Дайлер, конечно же, не упустил такого повода и в 2014-м заявил, что в 2012-м действительно убили настоящего монстра, но власти скрывают, и убили не одного. Оказывается, в этом году было целое нашествие существ, и сам Рик встретился в бою с одним из них и, разумеется, победил. По его словам, тело он передал неким знакомым учёным, которые изучили ДНК существа и провели сканирование всего тела, но наученный прошлым горьким опытом он, конечно же, его не покажет, но затем всё же стал показывать за деньги, пока за неведомой твари собрали около 60 тысяч долларов. Вот столько было желающих увидеть диковину, но среди них нашлись особо внимательные. И, конечно же, завистники. Они заметили, что так называемый Бигфут – это кукла из латекса, и позже оказалось, что так и есть. Когда неопровержимые доказательства предъявили самому Дайлеру, он сказал, что да, это действительно была латексная кукла, но так он сделал, потому что настоящее тело пришлось спрятать, да и вообще оно находится у его друзей-учёных, а это лишь копия. Но люди как-то не поверили. После этих событий сообщество ловцов волосатого монстра, которое занималось поисками, практически распалось, потому что на них на всех смотрели, как на идиотов и на мошенников. Многие из их сайтов сегодня отключены, и доступны только через вайбэк-машин. Но древний миф о диком человеке, существовавший с древнейших времён, всё ещё жив, и особенно упорные продолжают забираться в леса всего мира, с камерами, со всякими сенсорами и всем прочим, пытаясь встретить высокое прямоходящее существо, которое так похоже на нас. Всем пока!